Как говорят в КВНе, здравствуйте дорогие друзья! Ну в общем, как-то так. С вами снова я, Григорий. И давайте теперь будем более серьезными. Перейдем с вами к следующему выпуску моего, ну я не знаю как его назвать, блога или может быть видео в нескольких частях. Я думаю даже во многих частях. Но посмотрим сколько получится. С названием творческая философия. Сегодня мы с вами поговорим, как я и обещал бы акустической гитаре, о том как я к ней отношусь, почему она не играет, что она для меня значит и как ее можно использовать. С моей точки зрения и с точки зрения моей философии творческой. Как вы видите, гитара у меня 12 струнная. Мне она такая нравится. Мне нравится ее звук. Я всегда хотел себе 12 струнную, купил. Но это по большому счету ничего не означает, в том смысле, что если бы у меня было 6 струнная, было бы все то же самое. И рассказывал бы я вам примерно о том же самом. Единственное, что 12 струнная гитара, в связи с тем, что она 12 струнная, что там стоят по 2 струны рядом, и их надо зажимать одновременно, на ней сложнее играть соло или пассажи, и она скорее для ритма. Но на ней, конечно же, можно играть соло, ну, не знаю, например. Вот, например. Почему бы и не сыграть? Но это сложнее. Здесь вмешаются струны, потому что их по 2 сложнее зажимать. Но сырьки вполне получают в себе очень хорошие, и звучат они звонче, более насыщенно, более глубоко, более мясисто, более жирно. Именно за счет двух струн. За счет того, что 2 рядом стоящие струны, одна потолще, другая потоньше, верхние 3, а остальные 3 нижние повторяют друг друга. А, нет, 2 нижние повторяют друг друга, и 4 верхние, вот, одна потоньше, другая потолще. Но она скорее больше для ритма. Она очень богатый, очень красивый инструмент, на ней можно играть что-нибудь такое, не знаю, волшебное. Но больше у меня сейчас никакого волшебного звука не получится. Ну, я не знаю, ну просто берем какой-нибудь ритм такой размеренный, и аккорды достаточно глубокие, чтобы они производили приятное, светлое впечатление. Ну вот, видите, получается очень глубоко, так задумчиво достаточно. Может быть, кто-то волшебное, волшебство какое-то в этом расслышит. Может быть, кто-то почувствует просто музыку такую вдохновенную, приятную, риричную, романтичную. Романтик-рок, так сказать. Вот на ней хорошо играть, романтик-рок. Допустим, то же самое, Magical Runner, On a Run With You. Или Magic Run. Вот, видите, получается совсем не то же, что у электрической гитары. Звук совсем другой, задача совсем другая. Создать настроение, сделать так, чтобы звучание было приятным. Балансированным, мощным, глубоким. Но, в первую очередь, приятным, чтобы ложилось на душу. Поэтому, если мы говорим об игре на акустической гитаре, тем более на 12-й струны, то это, в первую очередь, игра аккордами и игра ритм. Игра ритмическая, игра и ритмичная. Для того, чтобы создать настроение, чтобы сделать красивую, интересную. Может быть, достаточно простую, но не обязательно. На ней можно играть все, что угодно на такой гитаре. Вплоть до классики. И у меня есть знакомый из университета, где я учился, журфакэнго, который играл фуги Баха. По крайней мере, я одну фугу в исполнении не слышал, не полностью. Он продолжал только разучивать. Но уже то, что я услышал, меня просто потрясло. Это было очень здорово, очень классно. И он так, я не хочу сказать запилил, заиграл. Потому что запилил это как-то слишком бездушно по отношению к музыке Баха. Заиграл так. Он сыграл эту фугу на моей шестиструнной классической гитаре, которую я вам пока еще не показывал. Я ее приносил тогда в университет. И он на ней исполнил фугу. Это было просто отлично, просто замечательно. Это было очень красиво, очень мощно, виртуозно, технично. Я так никогда не сыграю. Я играю что-нибудь другое. Я не знаю, Where We Can Fly, например, песню. Я играю что-нибудь другое. Вот получается что-то вроде этого. Как видите, приятный, мощный такой, иногда даже кажущийся стеной ритм, звучание и всякие приятности на этой гитаре играть просто замечательно. Если у нее было подключение, то тут бы сочеталась мощь звука, достаточный сустейн, потому что она сделана из красного дерева. Ну, массив сделан из ели, все остальное из красного дерева. Очень приятный, мягкий такой звук. Достаточный сустейн, то есть продолжение звучания ноты. Вот мы ее взяли, она... Вот как она делает, на одном месте ровно. Это называется сустейн. Очень подходит для игры, ну, не будем пытаться, приятных мелодий и так далее. Я вам уже про это рассказал. Но на ней можно играть все что угодно. Вот, например, берем медиатор и играем. Я там не знаю, какие я вам еще песни не играл. Ну, не знаю. К примеру, Destroy and Building Repairing. Как видите, получается мощно, получается забористо, задорно. Такой хард-рок, но только на акустическом гитаре. Конечно же, хард-рок лучше всего играть на подключенной электрической гитаре. Ну, собственно, на подключенной нет смысла играть. С перегрузом. Но хард-рок, хард-рок урознь. И очень часто используют акустическую и 12-струнную гитару в своих песнях, в своих композициях. Роковый исполнитель. Например, Назрит в песне Cinema. Я, к сожалению, не знаю, как она играется. Но там играются мощные аккорды. Ну, там, скажем, что-то типа... Конечно, там играется не так, но вот что-то похожее. И там идет вставка потом из... Это играется на электрической гитаре. То есть, это такое мощное жужжание. Привычный звук электрогитары с дисторшном. Сильным овердрайвом. А потом уже идет вставка на акустической гитаре. Что-то типа... И очень хорошее сочетание. Она мощно звучит и та гитара, и другая. И вот тем, что акустическая гитара звучит, может быть, менее мощно, но более мелодично, и создается интересный переход сначала. Такая стена звука электрогитары. А потом... И все это смотрится вместе очень замечательно. Ну, я могу вам просто наиграть некоторые композиции, которые, как я считаю, подходят для использования акустической гитары или классической. Вот сейчас она с 12-струнной, с ее богатым глубоким звучанием. Ну, например, там... I will go to North Pole. Я уеду на Северный полюс. Вот. Или, там, не знаю... Hedgehog Song. Она отлично играется и на электрической гитаре, но и на акустической не проигрывает. Вот. Как видите, звучит все замечательно, все акцентировано, достаточно сильно грузит, но при этом не слишком. И звонкое звучание, то есть, мы различаем то, что играем, мы все прекрасно слышим, все эти аккорды, все ноты внутри них. Есть какие-то песни нехарактерные для акустической гитары. Например, Hard Rockin' Baby, который я вам уже играл. Ну, давайте попробуем вспомнить какую-нибудь другую. Ну, я там не знаю... Over the World, например. Она чисто для электрической гитары. И если мы попробуем ее сыграть на акустической, получится нечто другое, но тоже очень хорошее. Может быть, даже, что-то скажет, красивое. Потому что там риф чисто для электрической гитары, чтобы она делала вот так вот. Это нужно нам обязательно, чтобы получилась хорошая хард-роковая песня. Хорошая, тяжелая, с тяжелым основным рифом, с мощным железобетонным основанием, чтобы все легки можно было под нее. Замечательные, красивые, техничные, быстрые, со всякими, там, не знаю, с флажолетами, с быстрыми пассажами играть. Чтобы получалось здорово, чтобы получался именно рок, хард-рок. Вот. Я сейчас попробую сыграть. Давно не играл. Надеюсь, что у меня получится с первого раза. И вы послушайте, как это звучит на акустической гитаре. Я вообще хочу сказать, что когда перекладываешь на акустическую гитару песню, которая изначально создавалась исключительно под электрическую, ты должен как-то ее аранжировать, по-другому преподнести, чтобы она звучала хорошо, интересно. Этим часто занимаются группы, но вот лично мне не всегда нравится такое положение вещей. Мне иногда хочется, чтобы сыграли, как в первоисточнике на акустической гитаре, то есть, чтобы было то же самое звучание, та же самая игра, тот же самый бой, там, или те же самые ноты, просто сыгранные на акустике. Ну, там, я не знаю, Хэр-Ов-За-Док играем, например. Как она там у нас играется? Видите? Играем, в принципе, то же самое, что и было, просто на акустической гитаре, получается, мы слышим все уже привычно, все, что нам нравится, но звучит оно по-другому, потому что гитара не электрическая. Гитара у нас акустическая, 12-струнная. Что касается Over the World. Видите, вот эти все, вот, допустим, заглушка, когда мы играем по неприжатым струнам, просто заглушаем их, чтобы слышался аккорд, но чтобы струны, знаю, какой звук, нечеткий, ну, потому что мы их не зажимаем. Вот такое вот. Оно, конечно, более мощно звучит на электрической гитаре. И вот мы играем, когда играем... А, не, да, сейчас, это было так. Вот так играем. И тут в конце делаем вибрато. И, конечно же, он более мощно, более пробивно будет звучать на электрической гитаре, а не на акустике. Но и на акустике звучит здорово, просто звучит по-другому. Вот это мне именно и нравится, когда одно и то же звучит по-другому, потому что сыграно на другом инструменте. Под акустикой очень хорошо играть на каких-нибудь тоже неэлектрических инструментах. Ну, можно их сочетать с электрическими, как мы уже говорили, но здорово еще и сочетать с неэлектрическими. Вот, например, с губной гармошкой. Ты там играешь, я не знаю, какую-нибудь мажорную какую-нибудь мелодию, например, в той же самой до. То же самое, потому что я уже показывал вам, как в то играть, и как можно подыграть на гармошке. Вот, вот так вот играем, и на гармошке играем. Вот, ну, можно принести гармошку и показать вам, например, представлять, что я имею в виду. Если вам хочется послушать именно гармошку, то я ее немножко использовал в предыдущем видео в выпуске «Три творческой философии», когда говорил про принцип сочетаемости, что одно должно сочетаться с другим, оно чего не стоит использовать. А если использую, то использую очень грамотно, очень осторожно. Это как с диссонансами в музыке. Можно сыграть какой-нибудь диссонирующий аккорд, я там, не знаю, ну, ну, не знаю, ну, например, какой-нибудь, я не знаю, хоть вот такой. Вот, он немножко похож на какой-то такой звук, звук шума моря, может быть, как будто вода переливается. Его нету среди обычных аккордов, это аккорд построен на диссонансах, то есть на несочетаемости звуков, его нужно использовать очень осторожно, и, может быть, там для атмосферы, создать какую-то мелодию, от него оттолкнуться, придумать какую-нибудь хорошую, интересную музыку. Но, если вы попытаетесь плести его в песню, он может хоба и вылезти за рамки песни и не прозвучать так, как должен, просто испортить все. И когда вы от него отталкиваетесь, вы тоже должны соответствующие аккорды придумывать, тоже подходящие ему. Может быть, еще нет какой-то диссонирующей, чтобы он не был единственным в вашей, так сказать, коллекции в этой песне или в этой музыке. Может быть, в каком-то саундтреке. Очень хорошо его сплюнуть на заднем плане, чтобы он подыгрывал к происходящему действу какому-то. И это будет звучать здорово, это будет звучать интересно, и он не будет одинок, потому что будут другие еще диссонирующие аккорды, но, конечно же, и не диссонирующие. Но, конечно, с этим нужно обращаться очень осторожно. Диссонанс, он мощная, интересная штука, но она сложная. Возможно, это одно из самых сложных, слышать на гитаре, играть не так, как надо, как нас учили, как можно, как уже придумали, а по-другому. Играть так, как тебе слышится, так, как ты видишь. Но если у тебя это получается, то это прекрасно, и, значит, уже достиг каких-то вершин, и можешь собой гордиться, как, например, вот этот человек. Роберт Плант из группы Light Zeppelin, который использует очень разные аккорды, очень интересные, необычные музыки, который прекрасных обыгрывает, по них поет. Это был и Влад Zeppelin, это и в его сольном творчестве проявляется. Ну, хочется вам послушать чего-то необычного, как можно использовать и диссонанс, и не диссонанс. Послушайте группу, которая придумала «Лестницу в небо», то есть Light Zeppelin, или сольный альбом Роберта Планта, и там, кстати, очень много акустической гитары, и вы примерно поймете, о чем я говорю, поймете о том, какой разнообразный, какой интересный, многоликой, необычной, может быть, музыка. Но мы, наверное, будем потихоньку заканчивать урок там. Можно сыграть что-нибудь, я не знаю. По поводу, сказать вам еще, наверное, надо вот по поводу медиатора. И можно играть им, получается, более звонкий, более четкий, более резкий звук, более такой роковый. Можно играть без медиатора, получается такой более-менее четкий звук, более расплывчатый, размытый, но более приятный такой, более легкий, для более легкой, более атмосферной музыки. Поэтому решайте, как вы будете играть. Вот есть у меня песня, называется The Forest and the Tree. Ее можно играть как с медиатором, так и без. Извините за небольшой лажу, я всегда говорил, что я не очень хороший гитарист. И мы сейчас с вами говорим не о гитаре, а о гитаризме, о том, как правильно и мощно играть, хорошо играть. Я вам этого не смогу рассказать, обращайтесь лучше к хорошим мастерам. Мы с вами говорим о моей творческой философии, о моем взгляде на эти вещи. А вот то же самое, как оно будет звучать с медиатором. Ну и о чем нельзя сказать напоследок, так это, конечно же, о барпеджио, о переборах. Они на акустической гитаре звучат просто замечательно. Даже не подключенная какая-то суперэлектрогитара, она не даст вам такого естественного звучания, она даст вам интересное, красивое, плотное звучание. Как вы играете арпеджио. Но вот именно такого настоящего деревянного звука, природного, она вам не даст, вам даст это только настоящее дерево, гитара, которая звучит исключительно из-за дерева. Ну и там отдельная резонансная система, не будем углубляться в подробности. То есть на акустической, на классической гитаре. Это, конечно, все будет звучать гораздо более приятно. И поэтому именно классику играют на акустических инструментах, классических, а рок на электрических. Но всегда можно их поменять местами, это будет интересно, это будет забавно, это будет поиск и может быть какое-то открытие. Собственно, к чему я не то чтобы призываю, но что я предлагаю не игнорировать. Ну, вы можете сыграть какой-нибудь арпеджио вот такое. А, собственно, сейчас мы сыграем вступление из песни The Circle. Если у вас есть электрическая гитара, попробуйте то же самое сыграть на ней. И желательно, если у вас есть еще и акустическая или классическая, на ней попытаться исполнить это легкое вступление. Ничего в нем особенного нет, особенно сложного. Одна и та же клякса перемещается сначала на пятый лад, потом на седьмой, потом на обратно, на пятый, на четвертый, на второй, у которого все начиналось. И играется все время одним и тем же ритмом. И вот попробуйте так и так сыграть и послушать разницу. И когда вы научитесь слышать разницу между разным исполнением, разными инструментами, между, например, электрической гитарой и акустической, это значит, что вы на верном пути и что у вас все должно получиться. Но я вам сейчас еще раз я сыграю, а не в ту сторону, чтобы вы просто запомнили, как двигать пальцы. Сыграем ее чуть помедленнее. Вот она там еще на третьем лад перемещается. В общем, примерно так она и играется. Вот основную часть на акустической гитаре, кстати, играть тоже неплохо. Есть такие песни, которые... Основная часть на акустике играется не хуже, чем на электро. Причем на акустике даже, по-моему, удобнее ее играть, потому что можно играть по всем струнам. Звук получается лучше, чище, чем на электро, где надо очень часто играть не по всем струнам, использовать заглушки или заставить затухать струны, чтобы они не мешали. А тут играешь, тебе играешь. Ну, привет. Вот, в конце это я уже от себя добавил. Просто так, для интересности. Ну, вот, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. То, что я рассказал вам, это было интересно, полезно. Если да, лайкните, что ли, или поделитесь, если захотите. Расскажите кому-нибудь еще об этом. Не хотите, не рассказывайте. Главное, чтобы все это шло, то, что вы услышите или не услышите, сделать или не сделаете, чтобы это шло на пользу вам, и на пользу музыки, и на пользу творчества, о чем мы с вами, собственно, и говорим. Это и есть, естественно, принцип. Мы творческой философии, и все эти подпринципы, которые там как подпринципы, или мы знаем, просто принцип неудобности, когда надо на гитаре, повторюсь, играть неудобно так, чтобы неудобно было пересталить пальцы, сжимать аккорды, играть соло. Тогда получается более красиво, более мощно, более интересно. Это же касается и писательства, о чем мы с вами поговорим в следующий раз, я так думаю. Поговорим о написании стихов, о написании поэзии, используя принцип неудобности, принцип сочетаемости, и, может быть, еще какой-то принцип с вами придумаем, вспомним. А с этим пока все. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Услышимся, увидимся. Пока.